Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И задали мне, в общем-то, достаточно простой маленький вопросик по поводу методики «Существенные признаки». Соответственно, на ваших глазах сейчас эта методика, ее стимульный материал. Всего она у нас на сайте лежит в архиве, и там 4 документа. Собственно, стимульный материал, инструкция, значит, алгоритм проведения работы, бланк ответов и интерпретация. И вот, соответственно, вопрос по стимульному материалу этой методики, он очень простой. Методика очень-очень эффективна в некоторых признаках, когда приходится уточнять какие-то моменты, полученные в плане исследования качества мыслительной деятельности пациента. Соответственно, проводим обязательно пиктограммы, исключение предметов, позы и гарник, четвертый лишний классификацию. И иногда все равно непонятно, что-то, что-то вызывает сомнения. Применяются еще другие методики. Их вполне достаточное количество, штук 10, наверное, 15 этих методик, ни больше, ни меньше. И, соответственно, одна из методик тоже, опять же, на мышление, на качество мышления. Стимульный материал один-единственный, он стандартный, его менять нельзя. Вопрос, собственно, и был в том, как он выглядит и вообще существуют ли какие-то варианты. Вариант этой методики, он один-единственный. Всего он содержит 20 вот таких вот строк. Обратите внимание. Значит, так вот это выглядит. И инструкция. В каждой строке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два. Ну и, соответственно, существенные признаки для слова сад. Догадайтесь сами. Говорить не буду, подсказывать не буду. Но вот здесь вот вы видите их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их всего 20. Другие какие-то варианты недопустимы. Методика очень жестко, очень твердо адаптирована. Надежность ее очень высока. Допускать другие какие-то варианты вот этих выборов. То есть из пяти слов необходимо выбрать два. Наиболее существенных, что относится к слову сад. Без чего сад существенным образом не может существовать. Соответственно, растение, садовник. Может он без садовника существовать. Без собаки, без забора, без земли, без растений. Соответственно, выбираются два существенных слова. Определяется четкость, адекватность мыслительной деятельности. Никаких соскальзываний не должно быть. Методика очень хорошо, кстати, провоцирует соскальзывание. То есть иногда больные шизофренией, маниакально-депрессивным психозом начинают резонерствовать, высказывать какие-то интересные-интересные вещи. И, конечно, их заслушаешься. То есть там соскальзывание, актуализация слабых, латентных признаков предметов присутствует. Они начинают рассуждать, равно как эта методика с успехом применяется, опять же, при каких-то исследованиях лиц с умственной отсталостью, врожденной или же приобретенной. Вот такая методика, такой вот стимульный материал. Но самое главное, обратите внимание, один, два, три, их всего 20. Других вариантов не существует. Благодарю вас за внимание. На этом все. И удачи вам.